Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Жители города Абай все чаще сталкиваются с проблемами пустующих домов. Никому ненужные и непригодные дома становятся зоной риска для горожан. Карагандинцы, пострадавшие от весенних паводков, поблагодарили главу государства за новое жилье и личную поддержку. Кто стала победительницей конкурса «Мисс Караганда-2015»? Обо всем по порядку. Почти что по всей окрестности города Абай заброшенные дома. Горожане беспокоятся за здоровье и жизнь своих детей. Уходя в школу или возвращаясь домой, ученики ежедневно сталкиваются с множеством опасностей. Подробности далее. Город Абай, что находится в окрестностях Караганды, всегда отличался уютным внешним видом. Но всю красоту и покой нарушают заброшенные постройки. Дома были построены еще в 60-е годы и жили в них множество людей. После развала Советского Союза жилые дома превратились в жуткие здания с ветхими стенами и обвисшими потолками. Да, они мешают. Дети лазают, ноги ломают, прыгают. Мы все будем очень рады, если вовсе снесут эти здания. Они нам очень мешают. И страшно ночью проходить тут. Каждый день жильцы близ лежащих улиц сталкиваются с чувством страха. Ветхие постройки, мусор в округе, а также обломки бетонных плит и прочего строительного материала. Все это не придает безопасности во время хождения мимо развалин. А ведь некоторые строительные отходы находятся прямо на детских игровых площадках. Примерно около трех лет назад началась работа по сносу пустующих домов. Со слов местных властей, всего по городу подлежали демонтажу 56 домов. Из них в 2013 году было демонтировано 16 домов, в 2014 году 19 домов и в 2015 году 15 домов уже демонтировано. На 2016 год планируется также у нас бюджетная заявка подана. Если поддержат, то остальные 6 домов также будут демонтированы по программе развития регионов. Пока что это только слова, и никто не знает, сколько придется ждать жителям, когда они смогут спокойно ходить по улицам и ничего не ждать, когда что-то рухнет им на голову. Пока все по-прежнему, приходится преодолевать препятствия с риском для жизни. О сердце Замбаева и Сламбеку Спан Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В Карагандинском регионе отмечается рост промышленности на 8%. На сегодняшний день налажен выпуск меди, серебра и золота. Однако специалисты отмечают, что мировая экономическая обстановка имеет непосредственное влияние и на казахстанское горнодобывающее производство. Так, за последние 10 месяцев снизилась выработка некоторых металлов и экспорта. Об этом с тревогой говорилось на совещании в областном Акимате. Негативное влияние мировых цен привело к снижению объемов горнодобывающей промышленности на 50%. Уменьшение объемов поставок нефти, меди и медной руды привело к сокращению экспорта на 38%. На фоне снижения объемов внутреннего потребления сократился также импорт изделий из черных металлов, горюче-смазочных материалов, пластмассовых изделий, электрооборудования, транспортных средств. Так, за отчетный период сократилась добыча угля на 4,1%. Руд железных на 23,2%, медной руды на 11%. Между тем, чиновники отмечают рост количества поголовья крупнорогатого скота. Крестьянские хозяйства продолжают приобретать домашних животных. В будущем планируется ввести 7 новых предприятий для переработки их продукции. До конца текущего года прогнозируется рост экономики на 1,86%, промышленности на 1,5%, в сельском хозяйстве на 1%, торговли 3,4%, в строительстве 1,1%, транспорта на 3,9%. Первый заместитель Акима области Аслабек Дюсибаев отметил оптимистичность прогнозов, которые озвучила докладчик. Однако чиновник признал, что предстоящий год будет еще сложнее. Поэтому руководители должны оценивать свои силы трезво и быть готовы к любым ситуациям, а также держать на контроле стабильное прохождение отопительного сезона. Незамедлительно в ту же минуту информировать руководство области для того, чтобы мы могли здесь мобилизовать все силы сразу и принять какие-то решения. Заслушав отчеты, Аслабек Дюсибаев призвал Акимов городов и районов продолжать работу по сдерживанию цен на социально значимые товары. Также первый заместитель Акима области пожелал руководителям достичь поставленных целей и закончить год без отставаний. Аймам Ринал Жасгабасов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Первый заместитель Акима Карагандинской области посетил Абайский район с рабочей поездкой. В связи с бруцеллезом поголовье скота в районе значительно уменьшилось. Аслабек Дюсибаев дал поручение развивать сельское хозяйство. Первым делом Аслабек Дюсибаев посетил центральную обогатительную фабрику «Восточная». Объем производства – 5 миллионов тонн угля в год. Рынки сбыта угольного концентрата – Казахстан, Украина, Россия и Китай. Следующим объектом стала ТО «Волынька». Предприятие строит колбасный цех, который получил государственную поддержку. Затем первый заместитель Акима области ознакомился с работой предприятия по пошиву профессиональной рабочей одежды ТО «Стежок». Также Аслабек Дюсибаев проконтролировал ход строительства крытого плавательного бассейна, который рассчитан на 48 человек. Завершить строительство планируется в декабре 2016 года. Будет создано около 37 новых рабочих мест. Кроме того, в районе зарегистрирован массовый падеж скота. Только за этот год из-за бурцеллеза по голове скота уменьшилось на 50 голов. По промышленности где-то по объему инвестиций, понятно, там мало может быть большого влияния. А вот это вот по сельскому хозяйству. Надо с ЭБА, все эти программы включать, работать, там оно должно расти. Это основное наше богатство, которое на кризис не влияет. На кризис на это не должно влиять. Поля у нас, чтобы с Уатвы, с Увара. По развитию инфраструктуры моногородов предусмотрено 287,4 миллиона тенге. На реконструкцию уличных дорожных освещений в поселке Вольный 17,5 миллиона тенге. На ремонт бесхозных аварийных домов 200 миллионов тенге. 69,9 миллиона выделено на благоустройство дворовых территорий и площадей парков. В государственной программе развития образования в текущем году запланировано 39,5 миллионов тенге. Это на реализацию госзаказа в дошкольных организациях образования. По программе Саламат и Казахстан предусматривается 199,2 миллиона тенге. Это на проведение скрининговых исследований, доукомплектования участковыми и сестрами, ну и так далее. А также Асулбек Дюсибаев подверг критике тот факт, что в регионе увеличивается сокращение работников. 47 человек были лишены работы. Первый заместитель Акима области дал поручение устранить эту проблему. Диана Рамазанова, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. К другим новостям. В Караганде произошла авария с участием пассажирского автобуса марки МАН. По предварительным данным, 23-летний водитель транспортного средства не справился с рулевым управлением из-за гололеда. Он был госпитализирован с различными травмами. Четырем пассажирам была оказана медицинская помощь. Авария произошла в Майкудуке. Автобус номер 43, следовавший по улице Карла Маркса, съехал в Кювет около микрорайона Восток-2. В салоне на момент ДТП находились 11 человек. Пассажиры были обследованы. Четырем из них и водителю была оказана медицинская помощь. По данному факту ведется досудебное расследование. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal. Galvin. Hercules. Galvin. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Galvin. Морозостойкий. Надежный. Прочный. Для тех, кто ценит качество. Продолжаем выпуск. На прошедших выходных в городе Сатпаев произошел крупный пожар. В дачном обществе Горняк по улице Яблоневая сгорел дом номер один. Возгорание началось около двух часов дня. На месте происшествия найден сильно обгоревший труп. Пламя уничтожило практически все. Полностью сгорели окна, двери, пол и домашние вещи. Более 10 сотрудников пожарной службы потушили огонь за полчаса. Личность найденного на месте трупа устанавливается. Личность в данный момент устанавливается. В ликвидации пожара были задействованы 11 человек личного состава и 3 единицы техники. Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента Пачес Карагандинской области. Карагандинцы, пострадавшие от весенних паводков, поблагодарили главу государства за новое жилье и личную поддержку. Многочисленные письма в адрес президента Казахстана содержат слова благодарности новоселов. Авторы отметили важность помощи, оказанной им в самые трудные минуты жизни. Жители села Габедена-Мустафина показали свои новые дома и поделились своими впечатлениями с нашей съемочной группой. Тогда, шесть месяцев назад, большинство из нас остались в буквальном смысле без крыши над головой. Все, что мы копили многие годы, строили по крупицам день ото дня, в одночасье стало совершенно непригодным. У многих из нас на руках были маленькие дети, старики, говорится в письмах. Жители подчеркнули, что глава государства в этой ситуации откликнулся на беду, не оставив их наедине с проблемами. При этом новоселы поделились своими переживаниями относительно реализуемости поручений за коротких сроков исполнения. На сегодня жильцы живут в новых уютных домах, которые намного лучше прежних. К примеру, жители села Габедена-Мустафина празднуют свое новоселье. Елена Киблер построен двухэтажный дом, равный по площади старому 150 квадратных метров. Елена Киблер говорит, что в новом доме она не видит никаких изъянов, он очень нравится ей и ее детям. В пятикомнатном доме у каждой из ее трех дочерей есть отдельная комната. Благодаря стараниям хозяйки и строителей новое жилье полностью благоустроено, чего прежде не было. Мы въехали, мы живем уже здесь чуть больше месяца, домом довольны на 100%, 10 раз по 100% довольны. Дома тепло, светло, дети настолько довольны, что даже перестали мне по дому помогать. Каждый зашел в свою комнату, закрылся, дверь на кнопочку нажали, все, тишина. У каждого свою комнату. Пенсионеры Муслим и Сауля Хосеновы заселились в новый дом в начале сентября и с удовольствием показывают его односельчанам и родни. В нем удобная планировка, изолированные комнаты, раздельный санузел, котельные. Понимая, что это их дом и здесь им жить, они и сами постоянно находились на стройке, поэтому у них нет сомнений в качестве строительства. Всем выражаю особую благодарность. В первую очередь нашему президенту, который откликнулся и поддержал нас в трудную минуту. Спасибо всем местным властям за своевременную помощь. В селе Габзина-Мустафино после подтопления жилых домов экспертной комиссии было обследовано 670 домов, из которых в соответствии с техническим заключением аварийными и непригодными для жилья были признаны 181 дом. Строительство нового жилья взамен разрушенных в поселке началось с мая месяца. На сегодняшний день все дома построены в полном объеме. Заметно преобразился и внешний вид поселка. За это время по Бухаржарауцкому району мы построили 22 новых дома, строительство которых началось 4 мая этого же года. От нашей бригады работало около 130 человек, и простой народ не остался в стороне. Все помогали, чем смогли. Между тем, 11 семьям решено построить новые дома, так как на сегодняшний день один дом такой семьи уже достроен. 10 домов на стадии завершения. Все это из внебюджетных источников и средств Общественного фонда помощи пострадавшим. Семь семей решили получить компенсацию. Постепенно жизнь в поселке налаживается. Мустафинцы благодарны президенту и всем казахстанцам за внимание и участие в их судьбах. Гульзат Сахова, Роман Нартаев, Первый Карагандинский. В Караганде состоялась предпоследняя ярмарка «Аулбереке-2015». Предприниматели из разных районов области смогли реализовать свою сельскохозяйственную продукцию по выгодным ценам. Жители шахтерской столицы тоже остались довольными. Они пополнили свою продовольственную корзину мясом, овощами и другими товарами. Алексей Принт привез на ярмарку продукцию собственной пасеки. Пчеловод с воодушевлением консультирует покупателей о свойствах меда. Предприниматели отмечают, что спрос населения на сладкий нектар растет. «Торговля пошла, видите, стол пустеет. А так, что привозил, в принципе, ну как, ну так тоже ничего. Ну, на данный момент сейчас получишь по торговле. Ту субботу был, в Саране был, потом в Актаз в воскресенье были, в эту субботу здесь. А так все ярмарки всегда, кемат звонит, всегда приглашают, звонят, приезжают». Людей на ярмарке было много. Кто-то покупал мясо, другие выбирали овощи. Все покупатели остались довольны. «Ну, цены приемлемы, приемлемы. И продуктов очень много, выбор большой, очень хорошо. На этот раз рыбы очень много, мяса достаточно, и овощи. Ну, все есть, что нужно купить». «Мне очень нравится вообще идея ярмарок и сегодняшняя. Отлично организована. Спасибо руководству за организацию. Спасибо. «Сегодня купили рыбу, яйца, индейку». «Столько тут всего. У нас, правда, дача своя, но мы, я удивилась, картошка отличная. Мясо сколько, мы еще пока не выбрали. Вот выбирают, только пришли». «Да, именно сегодня какие продукты вы покупаете?» «Мясо хотим, мясо возьмем, баранины хотим». Карагандинцы приобрели около 70 тонн мясной, 12 тонн молочной и 300 тонн плодовощной продукции. Следующая ярмарка «Аулбереке-2015» состоится 28 ноября. Аймам Ренажа Сулама Кулбеков, Арман Артаев, первый карагандинский. Две недели упорных репетиций, большой подиум, переживания и вот конкурсантки на сцене финала «Мисс Караганда-2015». Кто самая красивая девушка года нашего города, узнаете в сюжете Дианы Рамазановой. Буквально через несколько минут в этом зале разразится самая красивая битва этого года. 22 участницы уже готовы и ждут своего выхода на сцену. А теперь посмотрим, что же творится за кулисами. Театр имени Сакена Сейфулина оцепила толпа взволнованных зрителей. А это друзья, родственники или чьи-то вторые половинки. Они пришли сюда, чтобы поддержать свою мисс красоты. За кулисами одна из участниц конкурса красоты Жазира Сакенова рассказала о самых волнительных моментах за время подготовки, с которыми ей пришлось столкнуться. На самом деле подготовка была очень долгая, все девочки очень старались. Были долгие тренировки до вечера, времени совсем не было. Последнее время, вот вчера мы репетировали до двух часов ночи и на износ готовились. Это как уроки актерского мастерства, к нам приходил человек, который учил нас правильно говорить. Уроки дефиле, к нам приходили модели известные, которые тоже учили нас ходить. Также хореография была, но больше у нас была хореография, конечно, мы готовились непосредственно к танцам. Экс-мисс Караганды Айсель Файзулина откровенно заявила, что с радостью готова передать заветный символ победы новоиспеченной красавице. С ее слов быть обладательницей короны – задача не из простых. За год на пьедестале, несмотря на массу поклонников и фанатов, ей все-таки не удалось наладить личную жизнь. Видите, когда вас приглашают, там участвуют в показах, там еще где-нибудь, например, когда бывают разные конкурсы красоты, ты должна обязательно участвовать. Член жюри Максим Акбаров отметил, что девушки Караганды занимают третье место в его личном рейтинге. К слову, слухи, связанные с коррупцией на конкурсах красоты, Максим Акбаров опроверг. Организатор заверяет, что за время подготовки к конкурсу качество каждой девушки коллегиально оценивало жюри, и только оно выбрало самую лучшую. Прежде всего, это, естественно, подача. То есть, ну, лично я оцениваю каждую девушку по нескольким критериям. То есть, это не только внешняя красота, это подача, это энергетика. Далее уже идет рост, рост очень важен, поскольку многие говорят, почему я не прошла. К сожалению, девушки ниже 172 сантиметров ростом, они, естественно, вряд ли выиграют на мисс Казахстана, поскольку Казахстан должна представлять девушку выше 172 сантиметров, поскольку все девушки, которые участвуют на конкурсе в мире, то они все высокие, и если наша девочка будет чуть-чуть меньше, то, естественно, это будет провалом с нашей жизни. Вот она, кульминация. При затихшем зале объявляется мисс Караганда-2015. Мисс Караганда-2015! Ренада! Мисс Караганда-2015! Рената Нургазина – студентка первого курса Карагандинского государственного университета по специальности биолог. В дальнейшем планирует быть ученым. Как говорит Рената, она постарается совместить карьеру с профессией. Честно говоря, я в шоке, что я победила. Почему вы не ожидали победить? Это большой сюрприз. Ну, я потому что считала, что все конкурсантки достойные, все красивые, и я, честно говоря, думала, что мои шансы не такие высокие. Возможно, от меня, для конкурса «Мисс Казахстан» приложу все свои усилия. В номинации «Мисс зрительских симпатий» победила Жулдыз Бабажанова. Вторая вице-мисс стала Алма Ружанова. Первая вице-мисс – Татьяна Корнилова. Диана Рамазанова, Жасулан Мукубеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. Человек-глыба карагандинской промышленности. Сегодня депутаты городского маслехата вместе с коллективом завода «Карагандастрой и конструкция», бывший завод ЖБИ, чествовали ветерана труда, знатного работника промышленной и строительной индустрии нашего региона Михаила Декала. 80 лет отметил виновник торжества в понедельник. Вместе с депутатами юбиляра поздравляла и наша съемочная группа. Коллектив в своих поздравительных речах называл виновника торжества не иначе, как ярким представителем когорты ветеранов труда, на которых долгие годы держится вся промышленность Караганды. Завод УЖБИ Михаил Декала отдал большую часть из своего 60-летнего трудового стажа. Со временем завод переименовали, но старые кадры дорогого стоят. Завод до сих пор на плаву и считается одним из старейших и успешных карагандинских предприятий. Есть в этом немалая заслуга и сегодняшнего юбиляра. И вот Михаил Федорович, может быть, то, что он родился именно в то время, когда индустрия страны поднималась, решил все-таки сам работать и отдать всю свою жизнь на поприще возрождения и строительства нашей индустрии. Это он, значит, начинал с мастеров в Корнейрут и потом уже заканчивал директором завода. Одного, другого к нам пришел потом директором. И вот мы уже, получается, 32 года, да, как мы вместе работаем здесь, на этом заводе. Мы, конечно, такой знательный юбилей, 80 лет, я не мог пропустить, потому что много лет, я помню, мы здесь 60 лет, значит, в этом вот здании непосредственно еще было, когда только молодой еще, так что сейчас еще 80 лет. Кто скажет, что, Михаил Федорович, вам 80 лет? С вашим приходом завод, значит, построили цеха в крупнопанельном домостроении. С вашим приходом здесь, можно сказать, это поддержка в сельскохозяйстве, я помню, теплицы здесь, огурцы, тут, короче, вообще все было непосредственно. Конечно, это прекрасное время было. Не менее ярким было время, когда Михаил Декало стал депутатом областного маслехата первого созыва в середине 90-х. В ряду его известных коллег-каргандинцев ветеран Султан Досмагомбетов, активист Дмитрий Бойко, Исидор Борчишвили, Марат Жахин и другие легендарные личности. Быть нас депутатом, вы искренне и настойчиво, добросовестно отставили интерес своих избирателей. Сегодня вы празднуете прекрасную дату, и мы желаем вам нескончаемого вдохновения в воплощении ваших лучших замыслов, крепчайшего здоровья, долгих и благотворных лет жизни среди любимых и отзывчивых людей, а также мира и процветания вашей семьи. С уважением, Маслехат Караганды. Спасибо. Я желаю всем дожить до моего эмбирея. И сохраниться. Я только того, что хоро, а так-то я медовый. Сергей Высокосов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. В честь Всемирного дня борьбы с диабетом в Караганде организовали широкомасштабную акцию. В нескольких торговых домах города жители могли проконсультироваться у врачей-эндокринологов, сдать кровь на сахар, измерить артериальное и внутриглазное давление. А также областной центр здорового образа жизни провел и другие мероприятия ко дню борьбы с сахарным диабетом. Подробности в следующем материале. 14 ноября во всех странах отмечают Всемирный день борьбы с диабетом. В рамках реализации государственной программы «Саламатэ Казахстан» во всех регионах страны провели специальные мероприятия, приуроченные ко дню борьбы с сахарным диабетом. Кроме акций в торговых домах, в нескольких поликлиниках города провели день открытых дверей. Цель нашего мероприятия – повысить уровень информации населения по сахарному диабету, о том, как вовремя обратиться в замедительную помощь, какие нужно использовать профилактические мероприятия, в основе которых ближе здоровый образ жизни и солитарная ответственность гражданам к своему здоровью. Сахарный диабет – серьезное и неизлечимое заболевание. Оно не щадит ни взрослых, ни детей. По сравнению с прошлым годом количество больных с сахарным диабетом возросло. В прошлом году из 185 тысяч осмотренных было выявлено 575 больных, а за этот год проверили всего 123 тысячи, и больных с сахарным диабетом уже 552 человека. Для учащихся школ города организовали информационно-образовательную акцию и рассказали о том, как сохранить свое здоровье и о первых признаках заболевания. А также провели анкетирование, чтобы проверить, насколько дети знают, что такое сахарный диабет. При заболевании диабетом человек должен контролировать свой вес и в обязательном порядке поддерживать правильное питание, вести здоровый образ жизни, то есть не курить и не употреблять алкоголь. Дата праздника была приурочена ко дню рождения ученого, который впервые сделал спасительную инъекцию инсулина больному диабетом мальчику. Ежегодно с 1991 года людям напоминают о том, как важно беречь свое здоровье и помогают уже заболевшим людям. Лариса Хусейнова, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. Представители духовенства провели дружеский матч по мини-футболу со студенческой молодежью города. Многие любители этого вида спорта впервые забивали голы. Представители духовенства показали большой пример в развитии здорового образа жизни и доказали, что кроме назидания можно и через спорт нести доброе и вечное в сердца людей. Так как турнир проводится в городе впервые, организаторы готовились долго. О подробностях турнира в нашем следующем материале. В республике ежегодно проводятся разные спортивные состязания в целях сохранения единства и дружбы среди молодежи. К примеру, команда Ихсан представляла областную мечеть. В команде играли семь человек. Со слов служителя мечети Арстана Усенова, такие встречи послужат для дальнейшего развития спорта и хорошему дружескому отношению между сверстниками. Мы представляем областную мечеть. К игре готовились очень долго. Все команды очень достойные соперники. Но у нас сегодня главная цель не победа, а участие. Командная игра по мини-футболу в нашем городе проводится впервые. В спортивном мероприятии участвовали 14 команд. Молодежь доказала, что мода на спорт никогда не пройдет. Молодежь – будущее страны. Под таким лозунгом спортивная акция стартует по всей республике. Организаторами мероприятия нашего региона выступили отдел по делам молодежи Карагандинской областной мечети. Мечельские молодежи, чтобы они были вместе, чтобы они всегда были воедино и никогда не было между ними разногласий. И наша цель, чтобы они всегда участвовали в таких работах, в общественных работах, активно участвовали в активных таких массовых мероприятиях. В сражениях по мини-футболу участвовали команды учебных заведений города и многих молодых жителей шахтерской столицы. По итогам дружеской встречи кубок номинации Гран-при получила команда колледжа «Булашак». Второе место заняла команда среди любителей мини-футбола «Акниет», а достойное третье место заняла команда университета «Булашак». Всем участникам турнира была вручена священная книга «Куран», доставленная с Аравией. Гульза Ацахова, Роман Нартаев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok